Добрый вечер, дорогие товарищи! У нас очередное заседание РУСО. Сегодня тема посвящается вопросу о революции. Почему именно революции? Потому что довольно часто за последнее время все как-то понимают это слово, что революция это значит брать винтовку и бежать кому-то, как говорится, протыкать пузо. Вот это вроде есть революция, но это на самом деле совсем не так. Именно поэтому сегодня и посвящена тема на заседании РУСО, что революция это локомотив истории, как говорил Маркс. И поэтому мы начинаем эту тему. Первый будет доплатчик выступать, потом буду я перед вами выступать. И постараемся объяснить все-таки, что такое революция и как ее надо поднимать сегодня. Пожалуйста, Владимир Петрович. Следственное изменение в развитии каких-либо явлений природы, общества или познания. Вот такое понимание слова революции можно найти в энциклопедии. Дальше. Но нас интересует конечно не вообще революция где-то там в природе или в познании, а нас прежде всего интересует революция социальная. Что значит революция социальная? Это способ перехода от исторически изжившей себя общественно-экономической формации в более прогрессивный, коренной, качественный переворот во всей социально-экономической структуре общества. То есть если пытается кто-то нас убедить, что где-то тут на рубеже 20-21 века произошла революция, то об этом говорить будет неправильно. Потому что революция это только прогрессивный, качественный переворот. А там была фактически контрреволюция. И здесь можно добавить понятие социальная революция, что экономической основой революции является конфликт между ростом производительных сил общества и устаревшей системой производственных отношений. Главный вопрос революции это конечно завоевание государственной власти, установление политического господства революционного класса. Буржуазные идеологи, а также теоретики реформизма и права революционизма отрицают историческую неизбежность революции. А представители левацкого мелкобуржуазного революционализма считают, что революционный авангард, то есть активное меньшинство, может осуществить революцию сам по себе. Отвергая эти концепции, марксизм на основе исторического опыта показывает, что только социалистическая революция освобождает общество от всех форм эксплуатации и угнетения. Кладет начало становлению справедливой коммунистической формации. Вот что можно сказать о социальных революциях. Теперь о революции социалистической, то есть пролетарской революции. Об этом энциклопедия говорит, что это высший тип социальной революции. Ну, кроме энциклопедии, мы должны обратиться, раз мы изучаем с вами марксизм, стоит обратиться и к такому научному пониманию революции, которое изложено было в марксизме. Прежде всего, конечно, я бы хотел обратиться к букварю. К марксистскому это манифест коммунистической партии, написанный Марксом и Энгельсом в 1748 году. И в разделе 2, который они назвали «Пролетарией и коммунисты», там сказано следующее. Коммунистическая революция есть самый решительный разрыв с унаследованными от прошлого отношениями собственности. Первым шагом в рабочей революции является превращение пролетариата в господствующий класс завоевания демократии. Пролетариат использует свое политическое господство для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал, централизовать все орудия производства в руках государства, то есть пролетариата, организованного как господствующий класс, и возможно более быстро увеличить сумму производительных сил. И еще здесь в этом же разделе Маркс и Энгельс добавляют, «Если пролетариат в борьбе против буржуазии непременно объединяется в класс, если путем революции он превращает себя в господствующий класс и в качестве господствующего класса силой упраздняет старые производственные отношения, то вместе с этими производственными отношениями он уничтожает условия существования классовой противоположности, уничтожает классы вообще, а тем самым и свое собственное господство как класса. На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех». Вот эти золотые слова, изложенные в манифесте коммунистической партии, я вам хотел привести. Но дело в том, что, конечно, не только у Маркса и у Энгельса очень много работ посвящено революции. Вы знаете, что в развитие марксизма очень большой вклад внес и Владимир Ильич Ленин. Я бы хотел несколько его мыслей относительно революции тоже привести, напомнить вам, о чем говорил Владимир Ильич и какой вклад он внес в развитие этого понятия. Вот возьмем раннего Владимира Ильича Ленина, его работу по пятное направление в русской социал-демократии. Эта работа была написана в конце 1899 года. Там он по поводу революции говорит, рабочий класс предпочел бы, конечно, мирно взять в свои руки власть. Этот захват власти может быть произведен только организованным рабочим классом, прошедшим школу классовой борьбы. То есть только организованный класс может решить эту задачу. Но отказываться от революционного захвата власти было бы со стороны пролетариата безрассудством и означало бы лишь позорную уступку перед буржуазией и всеми имущими классами. Очень вероятно, даже более вероятно, что буржуазия не сделает мирные уступки пролетариату, а прибегнет в решительный момент к защите своих привилегий насилием. Тогда рабочему классу не останется другого пути для осуществления своей цели, кроме революции. Вот почему программа рабочего социализма и говорит вообще о завоевании политической власти, не определяя способа этого завоевания. Ибо выбор этого способа зависит от будущего, которое с точностью мы определить не можем. Но ограничивать деятельность пролетариата, во всяком случае одной только мирной демократизации, слово демократизация он взял в кавычки, значит совершенно произвольно суживать и опошлять понятие рабочего социализма. Вот мысли Владимира Ильича Ленина в конце 19 века. Ну и более позднее уже Владимира Ильича, два-три высказывания его, вот в октябре, 10 октября уже 1919 года, в работе «Привет итальянским, французским и немецким коммунистам» Владимир Ильич сказал так. Только негодяи или дурачки могут думать, что пролетариат сначала должен завоевать большинство при голосованиях, производимых под гнетом буржуазии, под гнетом наемного рабства, а потом должен завоевывать власть. Это верх тупоумия или лицемерия. Это замена классовой борьбы и революции голосованиями при старом строе, при старой власти. И еще одна мысль тоже в 1919 году, но уже 16 декабря, высказанная им в работе «Выборы учредительного собрания и диктатура пролетариата». Там он сказал так. Господа оппортунисты учат народ в издевках над учением Маркса. Проветариат должен сначала завоевать большинство посредством всеобщего избирательного права. Потом получить на основе такого голосования большинство государственную власть и затем уже на этой основе последовательной, иные говорят, чистой демократии организовать социализм. А мы говорим, на основании учения Маркса и опыта русской революции пролетариат должен сначала низвергнуть буржуазию и завоевать себе государственную власть, то есть диктатуру пролетариата. А потом эту государственную власть использовать как орудие своего класса в целях приобретения сочувствия большинства трудящихся. Вот что уже в 19-м году Владимир Ильич Ленин. Ну и в 20-м году еще одна мысль тоже очень любопытная Владимира Ильича Ленина. При подготовке ко второму конгрессу Коминтерна, это было в июле 20-го года, 4-го июля, им были написаны тезисы такие, которые распространились среди всех делегатов этого конгресса. И там в тезисах он сказал, «Всякое допущение мысли о мирном подчинении капиталистов воли большинства эксплуатируемых, о мирном реформистском переходе к социализму является не только крайним мещанским тупоумием, но и прямым обманом рабочих, подкрашиванием капиталистического наемного рабства, сокрытием правды. Правда эта состоит в том, что буржуазия, самая просвещенная и демократическая, не останавливается ни перед каким обманом и преступлением, перед избиением миллионов рабочих и крестьян для спасения частной собственности на средства производства. Только насильственное свержение буржуазии, конфискация ее собственности, разрушение всего буржуазного государственного аппарата снизу доверху, вплоть до поголовного изгнания или интернирования эксплуататоров, установление над ними строгого надзора для борьбы с неизбежными попытками сопротивления и реставрации капиталистического рабства, только подобные меры в состоянии обеспечить действительное подчинение всего класса эксплуататоров. Вот такие мысли и в тезисах. Ну еще, конечно, стоило бы вот на какой мысли остановиться, но я не знаю, может быть и Владимир Николаевич сам об этом скажет, что для того, чтобы революция произошла, нужна революционная ситуация. И вот, Владимир Николаевич, там три объективных фактора, которые необходимы для того, чтобы революция произошла, и один субъективный фактор. Ну и тогда я хочу вот чем закончить. Опять же, я бы хотел закончить манифестом коммунистической партии. Его заключительными словами, которые были изложены Марксом и Энгельсом в этом манифесте, там сказано, коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного неспровержения всего существующего общественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир пролетарий всех стран, соединяйтесь. Это вот заключительные слова манифеста коммунистической партии. Это вот все, товарищи, что я хотел довести до вашего зрения. Ну, спасибо. Ну и второй доклад, который так и называется, что революция – это локомотив истории. Ну, вот я попробую это изложить. Ну и начинаю доклад с того, как бы общего сообщения, что всем это понятно, что развитие и общества, и природы, и познания может идти тремя путями. Это эволюционно, реформированием и революционно. Эволюция – это процесс постепенного, непрерывного, количественного изменения какого-нибудь или чего-нибудь, подготавливающий качественные изменения. Реформа – это не кардинальное, не фундаментальное преобразование или изменение правил в одной из сфер жизни общества, вводимое законодательным путем. Революция – это радикальное, коренное, глубокое, качественное изменение, скачок в развитии, сопряженное с открытым разрывом с предыдущим состоянием. Идти по пути революционных преобразований в обществе с точки зрения марксизма, ленинизма – это осуществление насильственной ломки устарелой политической настройки, в результате которой решаются два главных вопроса – вопрос о власти и вопрос о собственности. Как писал Ленин, цитата, «переход государственной власти из рук одного в руки другого класса есть первый, главный, основной признак революции, как в строго научном, так и практически политическом значении этого слова». Вопрос о собственности в манифесте сказано следующее, что он решается уничтожением частной собственности, как цитадели капитализма. Вопрос о власти в капиталистическом обществе могильщиком буржуазии является пролетариат. Следовательно, только на пролетариат и ни на какой другой класс или партию возложена историческая миссия уничтожения капитализма. По большому счету, когда власть переходит из рук одного класса в руки другого, более прогрессивного класса, это и есть революция. Однако, как отмечают классики марксизма-ленинизма, революция возникает не из всякой ситуации в обществе, а только из революционной. И Ленин в своих работах сформулировал и выделил три главных объективных признака, описывающих кризисную ситуацию, складывающуюся в обществе накануне революции. Первое. Это верхи не могут управлять по-старому. Второе. Низы не хотят жить по-старому. Третье. Значительное повышение активности Маск самостоятельному, историческому выступлению. Но, как указал Ленин, цитата, не из всякой революционной ситуации возникает революция, а лишь из такой ситуации, когда к перечисленным выше объективным переменам присоединяется объективным, а именно присоединяется способность революционного, подчеркиваю, революционного класса, на революционные массовые действия, достаточно сильные, чтобы сломить или надломить старое правительство, которое никогда, даже и в эпоху кризисов, не упадет, если его не уронят. Конец цитаты. Однако, для победы революции вначале надо через революционную партию добиться, чтобы большинство рабочих, или во всяком случае большинство сознательных, мыслящих, политически активных работников умственной и физической труда вполне поняла необходимость переворота и готова была идти на смерть ради установления диктатуры пролетариата. Помните, как пел пролетариат в 1917 году? Смело мы в бой пойдем за власть Советов и как один умрем в борьбе за это. А чтобы воспитать из трудящейся, преданных революции бойцов, нужна такая рабочая партия, которая была бы, во-первых, сама вооружена революционной теорией, и во-вторых, способной возглавить пролетариат и довести революцию до победного конца, то есть до установления диктатуры пролетариата. Таким образом, наличие революционной партии, способной управлять движением пролетариата, и является субъективным фактором революции. А если не будет революционной партии, то что произойдет с революционной ситуацией? Ленин по этому вопросу писал так, цитата, «Ошибочно было бы думать, что революционные классы всегда обладают достаточной силой для совершения переворота, когда этот переворот вполне назрел в силу условий общественного и экономического развития». Нет, общество человеческое устроено не так разумно и не так удобно для передовых элементов. Переворот может назреть, а сила у революционных творцов этого переворота может оказаться недостаточным для его совершения. Тогда общество гниет, и это гниение затягивается иногда на целые десятилетия. Конец цитаты. Другими словами, если объективные условия революционной ситуации созрели, а субъективного фактора революционной партии при этом не оказалось, то общество будет десятилетиями продолжать гнить в условиях капитализма. Следовательно, для победы революции нужна не только революционная ситуация, но и революционная партия. Да, именно революционная, а не парламентская партия. Безусловно, революция – это насилие. И уместно привести следующие слова Ленина, цитата. «Мы, конечно, не против насилия. Мы над теми, кто относится отрицательно к диктатуре пролетариата, смеемся и говорим, что это глупые люди, немогущие понять, что должна быть либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии. Кто говорит иначе, либо идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и просто на забрание пускать стыдно». Конец цитаты. Революция по Марксу – это переход к новому, более прогрессивному способу производства. Это резкая смена социального строя, как правило, насильственным способом с участием больших масс людей. И заблуждаются те, кто революцию отождествляет со смутой, вооруженным восстанием, государственным переворотом и гражданской войной как таковой. Это неверно. Революция означает политический переворот с внесложением реакционного буржуазного класса и установлением диктатуры исторически более прогрессивного рабочего класса пролетариата. Следовательно, революция – это насильственный переворот, насильственный переход государственной власти от буржуазии пролетариата. Коммунисты, не имеющие никаких интересов, отличных от интересов всего рабочего класса в целом, конечно, предпочли бы, чтобы революция приняла как можно более мирные, невооруженные формы, чтобы представители буржуазии отступили со своих классовых позиций и капитулировали перед натиском рабочих движений. Но отказываться от насильственного революционного захвата власти было бы со стороны пролетариата и с теоретической, и с практически политической точки зрения безрассудства и означало бы лишь позорную уступку перед буржуазией и всеми имущими классами. Очень вероятно, даже наиболее вероятно, что буржуазия не сделает мирные уступки пролетариату, а прибегнет в решительный момент в защите своих привилегий насилием. Тогда рабочему классу не останется другого пути для осуществления своей цели, кроме революции. Конец цитаты. То же самое говорил и Энгельс в работе «Принципы коммунизма», когда его спросили, возможно ли уничтожение частной собственности мирным путем. Его ответ был, цитата, «Можно было бы пожелать, чтобы это было так, и коммунисты, конечно, были бы последними, кто стал бы против этого возражать. Коммунисты очень хорошо знают, что всякие заговоры не только бесполезны, но даже вредны. Они очень хорошо знают, что революции нельзя делать предумышлено, и по произволу, и что революции всегда и везде являлись необходимым следствием обстоятельств, которые совершенно не зависели от воли и руководства отдельных партий и целых классов. Но вместе с тем они видят, что развитие пролетариата подавляется, и что тем самым противники коммунистов изо всех сил работают на революции. Если все это, в конце концов, толкнет угнетенный пролетариат на революцию, то мы, коммунисты, будем тогда защищать дело пролетариата действием не хуже, чем сейчас слово. Конец цитаты. Не нужно также забывать, что причиной всех социальных кризисов и смут в обществе является не агитацией пропаганды коммунистов-революционеров, а основное протереворечие самого капитализма между общественным характером производства и частно капиталистической формы присвоения его результатов. Именно поэтому основная задача коммунистов и заключается в уничтожении капиталистических отношений в обществе. Критики революционного насилия, наверное, сами осознавая всю наивность ожидания мирных уступок от буржуазии, берутся тем не менее рассуждать о том, что раз революция навряд ли может быть мирной, то и нет необходимости в никаком качеством скачке в развитии. Нужно действовать сугубо эволюционно, через постепенное просвещение, через активную гражданскую позицию, через постепенное выдвижение представителей прогрессивных идей на общественно-классовые управленческие места в тот же Совет Федерации, в то же Государственную Думу, в конечном итоге на должность президента, после чего может быть обеспечена путем ряда социальных реформ, принятие того или иного пакета законов, уничтожение классового неравенства и эксплуатации, и именно таким образом коммунистическая цель достижения полного благосостояния и всестороннего свободного развития каждого члена общества будет в конечном счете достигнута. Другими словами, эволюционисты, а правильно сказать, оппортунисты, полагают, что в обществе, где господствующий буржуазный класс сосредоточил в своих руках все средства производства, все основные средства массовой информации, все органы государственной власти, что в таком обществе, где сами условия общественного бытия воспитывают в человеку эгоистическую психологию, формирует такие взгляды, что он рассматривает всех остальных людей лишь как средства или конкурентов в борьбе за свою долю в общественном богатстве, что вот в таком обществе, где все законы являются лишь воплощенной волей класса капиталистов, возможно и вправду полагаться исключительно на то, что бесправному и всего лишенному пролетариату действительно удастся победить на правительственных выборах, а его представителям, депутатам-коммунистам удастся мирно, без всяких социальных потрясений, провести необходимые социальные реформы. Это было бы наивностью, если бы не было политической уловкой, хамской попыткой увести рабочее движение по ложному пути борьбы за свои интересы, заставить коммунистов играть по правилам буржуазии. Таким эволюционистам-оппортунистам Ленин дал следующий ответ. Цитата. «Только негодяи или дурачки могут думать, что пролетариат сначала должен завоевать большинство при голосовании, производимых под гнетом буржуазии, под гнетом наемного рабства, а затем должен завоевать власть. Это верх тупоумия или лицемерия. Это замена классовой борьбы и революции голосованием при старом строе, при старой власти. Все буржуазные выборы – обман». Конец цитаты. Фактически капиталистическим угнетением недовольны многие социальные группы общества. Но еще Марс и Энгельс доказали, что, цитата, из всех классов, которые противостоят теперь буржуазии, только пролетариат представляет собой действительно революционный класс. Среднее сословие – мелкий промышленник, мелкий торговец, ремесленник и крестьянин – все они борются с буржуазией для того, чтобы спасти свое существование от гибели как средних сослов. Они, следовательно, не революционны, а консервативны. Даже более они реакционны. Они стремятся повернуть назад колецо истории. Конец цитаты. В условиях нынешней России мелкие и средние бизнесмены-предприниматели, как и крупные, являются только одни открыто, а другие скрытно, сторонниками буржуазной контрреволюции, которая свершилась в России в 1991-1993 годах. Надо признать, и исторический опыт учит, что первые рабочие, левые, в кавычках, правительства, которые образовались не на волне революций, были сформированы из социал-демократических партий или как коллекционное правительство социал-демократов с другими тогдашними буржуазными партиями. Однако следует отметить, что неизвестно ни одного случая, в истории международного рабочего движения и в период сразу же после Первой мировой войны, где бы эти правительства не были сформированы, в основном, как буржуазные уловки, чтобы справиться с революционным подъемом, подавить недовольство трудящихся народа в условиях экономического кризиса до и после войны. Идея такого левого рабочего, ну, в кавычках, конечно, правительства в рамках капиталистической системы без революционного низвержения через парламентские процедуры была затем заимствована многими коммунистическими партиями как промежуточная цель с принятием переходных мер для того, чтобы, как считалось, облегчить борьбу за социализм и решить какие-то отдельные назревшие проблемы. Приступы этой болезни, к сожалению, приходится наблюдать и в деятельности КПРФ. Но опыт показывает, что во всем мире, несмотря на благие намерения компартии, им так и не удалось через парламенты демократическими способами даже приоткрыть окно, не говоря уже об открытии пути к социализму. И в конечном счете, даже отстоять некоторые завоевания народного движения. Как показывает опыт ряда стран, в одних до Второй мировой войны, других после, и по сей день многие компартии оказались организационно, идеологически и политически разоруженными. Исторический опыт Великого Октября свидетельствует, что спасение рабочего класса и других своего общества в условиях экономического и политического кризиса капитализма, в условиях империалистической войны, возможно только путем свержения капиталистической власти и управления частной собственности, что безусловно предполагает ослабление, полный крах различных левых, кавычках, ее вариантов, действующих в виде опасного реформизма и оппортунизма. Великий Октябрь также показал, что движение масс в развитии союза рабочего класса с другими народными слоями учит, что наряду с приподнятыми боевыми и даже революционными настроениями существуют взгляды и мнения, которые вводят в заблуждение массы. Но наобой листойкие настроения развиваются среди тех трудящихся, которые своим трудом создают прибавочную стойкость. Отсюда следует, что наиболее стойкими сторонниками революции были, есть и будут только трудящиеся, создающие своим трудом прибавочную стоимость. Следовательно, важно, чтобы идейный и политический авангард компания разрабатывала и внимательно следила за своей политической линией, выдвигала существенные конкретные предложения, чтобы придать революционную направленность действия народных масс, решительному протесту и планируемой конфронтации, подрывной деятельности и при этом учитывать, что в рядах народного движения действуют силы, находящиеся под влиянием буржуазной идеологии, большое число колеблющихся мелкобуржуазных элементов, которые переносят ее и в ряды авангарда. Постоянная способность партии большевиков во главе с Лениным адаптироваться к меняющимся политическим ситуациям в стране не позволила ей пойти по неверному пути и отказаться от стратегической цели, а именно революционного свержения капитализма и установления диктатуры пролетариата. Решение любой задачи, правильной адаптации к этой задаче не должны приводить к постепенному изменению стратегической цели во имя адаптации. Это имеет решающее значение для каждой компании. В противном случае возникает реальная опасность раствориться в массах, врасти в капиталистическую систему, превратить стратегию в постоянные увертывания и в тактику. Также не надо забывать, что это может привести к столь же болезненному для рабочего класса и, естественно, безболезненному для буржуазии скольжению, к изоляции, ограждению, догматизм. Постоянное творческое использование методов и опыта большевиков, действующих под руководством Ленина, своей повседневной политической деятельности, изучение и их способностей сочетать теоретическую работу с исследованием внутренних и международных событий, опыта классовой борьбы, должна стать предметом постоянной заботы компартии. В ходе такой работы может быть дан ясный марксист-калевинский ответ на важный вопрос современности, а именно, почему в 21 веке предметом фундаментальных разработок международного коммунистического движения стала непобедоносная революционная стратегия большевиков, основанная на учениях Марса, Энгиса и Ленина, а используется в основном разработки Бернштейна, Кауэллского и Мартова, фактически лишающие революционные рабочие движения марксистско-ленинской линии и отстаивающих точку зрения через парламентские реформы идти к социализму, что и привело к скатыванию многих компартий на позиции оппортунизма и социал-демократизма. Маркс научными работами обосновал, что революции это локомотивы истории, и поэтому будет не безинтересно знать, а как относятся коммунистические рабочие партии к революционному учению Маркса сегодня, в 21 веке, готовы ли они подготовить локомотивы истории и управлять ими? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим 19-е и 20-е международные встречи коммунистических рабочих партий, прошедших соответственно 2-3 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге, Россия, и 23-25 ноября 2018 года в Афина, Греция. Так как на этих встречах присутствовал достаточно широкий спектр левых организаций, в том числе и ортодоксальных, и оппортунистических, то по некоторым обсуждаемым вопросам не просматривалось единство мнений, не было единства определения главной задач борьбы против буржуазии на современном этапе развития капитализма. Это указывает на то, что сегодня международное коммунистическое движение разрозненно. Некоторые товарищи говорили об объединении с широким спектром партий как о политическом успехе, забывая при этом ставить вопрос, а можно ли на этой основе обеспечить единство эксплуатирующих и эксплуататоров. Звучало также, что при капитализме недостаточно бороться за реформы, откладывая на неопределенное время задачи социалистической революции. Считают обманом, что достаточно коммунистам получить сильные оппозиции в парламенте, а именно 50% плюс один голос, и можно изменить мир. Именно чрезвычайно велик был разброс мнений партии в вопросе об использовании парламентских методов борьбы за социализм. Одни утверждали, что парламентский путь в социализм возможен, а другие стояли на позиции, что борьба за социализм парламентским путем в условиях капитализма это иллюзия и противоречит революционному учению марктизма и ливии. Также не считали продуктивным решение об объединении с различными неправительственными, общественными, гражданскими организациями, такими как зеленые, голубые, розовые, с теми или иными интеллектуалами околосоциалистами. Если коммунисты хотят победить, то они должны расстаться с подобными иллюзиями и должны победить в своих рядах мелкобуржуазные, опортунистические настроения, опираясь на учения основоположников научного коммуниста. Не рассматривалось единство мнений и в отношении коммунистической партии Китая. Ряд партий критически оценивали ее курус, а другие наоборот предлагали брать ее за образец и возлагали на коммунистическую партию Китая свои основные надежды. Выступление также отмечалось, что коммунистические партии свою политику должны определять, учитывая не интересы мелкой буржуазии и интеллигенции из так называемого среднего класса, а интересы рабочих, интересы трудячихся. Если этого ничего не сделать, то компартии не будут отличаться от меньшевиков, эсеров и разных прочих псевдореволюционеров эпохи Ленина, с которыми он беспощадно боролся. Сравнивая два выступления, которые прозвучали в Греции 2018 года, это генерального секретаря ЦК компартии Греции Куцумбаса на тему «У коммунистов и пролетариата два противника буржуазия и оппортунизм», и выступление заместителя председателя ЦК КПРР Афонина на тему «По-прежнему в авангарде борьбы», нетрудно отметить, что выступление Куцумбаса было пронизано революционным содержанием партийной работы с позицией классово-пролетарского характера, в то время как Афонина посвящена в основном положительному опыту участия КПР в президентских и парламентских выборах. Однако, надо отдать должное Афонину, который грамотно уловил конъюнктуру обсуждения встречи и удивил знающих практику людей высказываем цитаток «Мы убеждены, что любая левая партия», которая отказывается от положения о ключевой роли рабочего класса в борьбе за социализм, от концепции диктатуры пролетариата совершает тяжелейшую ошибку. И эта ошибка неизбежно ведет к потере политического лица и влияния в обществе. Со временем такая партия скатывается к оппортунизму и предательству и интересов трудящихся. Конец цитаты. А дальше он построил свой доклад на восхваление КПРФ в деятельности на выборах буржуазные органы власти. Отметил, что КПРФ имеет большой опыт парламентской борьбы, что приводит к большим достижениям в избирательных кампаниях, проводимых в России под надзором буржуазии. 19-е и 20-е международные встречи коммунистических и рабочих партий убедительно показали, что надо твердо отстаивать положение основателей учений марксизма и ленинизма о том, что отмена буржуазного государства и установление пролетарского невозможно без насильственной революции. Другого способа свержения власти буржуазии, как показала деятельность Владимира Ильича Ленина, Иосифа Брустита, Мао Цзэдуна, Киммерсена, Хошемина, Фиделя Кастро просто нет. Всем им пришлось с оружием в руках свергать капитализм. Настоящий коммунист никогда не должен отказываться от идеи о революционном преобразовании мира. Каждый, кто принимает коммунистическую идею, должен быть в рядах борющейся компартии. Регулярно неустанно пропагандировать идеи социализма и создавать революционные организации. Если в международном коммунистическом движении, которое входит и КПРФ, нет единства, то неизбежно возникает вопрос, а на какой стороне находимся мы? Кто мы и какие мы? Почему нет единства мнений не только среди всех партий левой ориентации в России, в названии которых существует слово коммунистическое, но даже и внутри самих партий между ее членами. Сейчас наступил тот период, когда компартии планеты должны вместо общих слов выработать общую стратегию и тактику для победы над капитализмом. Не для сотрудничества с капитализмом, а для победы над ним. Однако сегодня приходится отмечать, что многие компартии фактически отказались от революционного учения мартизма и ленинизма. Кто-то открыто через парламент, а кто-то скрытно сотрудничает с буржуазией или мечтает о таком сотрудничестве. Как показывает практика, на современном этапе развития общества социал-демократизм присущ парламентский путь борьбы, а коммунизм революционный. А отличия между ним состоят в следующем. Если социал-демократизм направлен на то, чтобы в какой-то мере только перераспределить власть и общественное богатство пользу трудящихся, то коммунизм стремится всю власть и все общественное богатство передать в их руки. Если социал-демократизм направлен на то, чтобы в какой-то мере лишь смягчить эксплуатацию и угнетение трудящихся буржуазии, то коммунизм стремится полностью освободить трудящихся от них. Если социал-демократизм направлен на то, чтобы в какой-то мере лишь улучшить капитализм, сделать его более комфортным для трудящихся, то коммунизм стремится полностью заменить капитализм строем, где бы все делал для человека и во имя человека, в котором отсутствовала бы частная собственность. Если социал-демократизм главной своей деятельности отводит социальным реформам и парламентской деятельности, то коммунизм главное видит полномасштабной классовой борьбе трудящихся с капиталистами. Борьбе, которая не ограничивается только рамками буржуазных отношений, а выходит за них и включает в себя прямые революционные действия народа по завоеванию власти и использованию ее в своих интересах. При этом коммунизм не отрицает известного значения реформ и парламентской деятельности в классовой борьбе трудящихся с капиталистами. Он только считает, что их нельзя абсолютизировать и ограничиваться только им. Они должны использоваться там и тогда, где и когда это будет целесообразным и необходимо для победы в революционной непримиримой классовой борьбе между буржуазией и пролетариатом. И в этой борьбе всегда помнить слова Ленина. Цитата. Участие в буржуазном парламентаризме необходимо для партии революционного пролетариата ради просвещения масс, достигаемого выборами и борьбой партии и парламентами. Но ограничивать борьбу классов борьбой внутри парламента или считать эту последнюю высшей, решающей, подчиняющей себе остальные формы борьбы, значит переходить фактически на сторону буржуазии против пролетариата. Конец цитата. Как показывает мировая практика классовой борьбы, за последние сто лет ни в одной стране мира пролетариат не приходил к власти через демократические выборы парламента. Буржуи добровольно власть не дадут. С другой стороны, раз КПРФ увлекается парламентаризмом, то она не способна брать на себя роль политического ангарда рабочего класса. Понимая это, буржуазия поэтому и позволяет КПРФ критиковать власть, а иногда и ругать капиталистические порядки в обществе. Но позволяет это делать только при одном условии, чтобы она не старалась при этом будить пока еще спящего могильщика буржуазии и не пыталась бы возглавлять периодически проходящие акции протеста трудящихся масс. Проводить свои акции протеста партии разрешается, но только чтобы в них не принимали активно участок пролетарские массы. А рабочий класс в таких условиях остается на ролях стороннего наблюдателя за действием компартии, потому и считает ее как бы не своей. Отсюда рабочее и коммунистическое движение в России идут не вместе, а параллельно. Такой ситуации рабочий класс вынужден будет создавать свою партию, которая по сути своей будет революционной и вести классовую борьбу за установление диктатуры пролетариата. Теория научного коммунизма и практика строительства социализма в 20 и 21 веках убедительно доказывают, что власть, установившаяся в результате победы в социалистической революции, по сути своей не может быть ничем иным, кроме диктатуры пролетариата, то есть власти рабочего класса, не разделяемой ни с каким другим классом и в то же время выражающей интересы всех трудящихся и потому ими активно поддерживаемой. И завершить хочу следующими словами Ленинг. Цитата. Марксист лишь тот, кто распространяет признание борьбы классов до признания диктатуры пролетариата. В этом самое главное отличие марксистов от дюжинного мелкого, да и крупного буржуара. На этом поселке надо испытывать действительное понимание и признание марксизма. Конец цитаты. Спасибо. Вот на этом вроде мы и лекции закончим. Да, но только у меня критика. Критика лучше, чем критиканство. Это я согласен. Так что нужно? Гаритет? Нет. Выступление вот это есть. Сейчас, пожалуйста, можешь выступить. Пожалуйста. Ну, вопросы можно? Да, вы вначале. Первый может? Сначала вопросы какие-то. Давай вопросы. Нас двое, но он ушел. Пожалуйста, давай. Да, например, Федорович ушел к нему. Есть вопрос, поэтому отвечать дирекциям за него отдуваться. Ну, если смогу, то да. Вы все время уделили субъективному фактору и практически ничего не сказали про производство. А в принципе, вот революция выходит из главного положения марксистского. Это закон о соответствии производительных сил и производственных отношений. Как только производительные силы развиваются, происходит конфликт с производственными отношениями. И вот этот конфликт выражается в субъективных действиях людей, о которых, в принципе, посвятили все вот это время. И ничего, в общем-то, не сказали вот об этом конфликте. Так. Это вопрос? Нет, это критика. Я бы привел вот здесь высказывание Энгельса. Ты вот сказал по поводу того, что коммунисты очень хорошо понимают, что бесполезны и вредны всякие заговоры. Он также говорил, что конечных причин всех общественных изменений и политических переворотов надо искать не в понимании истинной справедливости, а в изменениях способа производства и обмена. Пробуждающееся понимание того, что существующие общественные установления неразумные и несправедливые являются симптомом того, что в методах производства и формах обмена незаметно произошли такие изменения, которым уже не соответствует общественный строй, скроенный по старым экономическим условиям. То есть у нас сначала в производстве происходят изменения, а потом возникает в головах вот эта ситуация, о которой говорил Ленин. Верхи не могут управлять по-старому, низы не хотят жить по-старому. Теперь еще вопрос. Хорошо. Вот социалистическая революция в России, она началась в октябре 1917 года, а когда завершилась, по-вашему? Если рассматривать революцию, то и в том смысле, что такое революция, это есть преобразование старого общества в новое, то мы до 1991 года, вот эта революция, она и продолжалась, но не успела закончиться, потому что ее прервали. И в чем вы видите качественные изменения, которые должны произойти при переходе от капиталистического общества к коммунистическому, в первой фазе социализма, вот какие качественные изменения должны произойти в материальном производстве? Почему в материальном? А потому что это основа, потому что из материального производства возникает уже и сознание, изменение в сознании людей, изменение в их общественных отношениях производственных и так далее. Поэтому я и говорю, какие качественные изменения должны произойти? Качественные изменения при социализме, когда все общество не строит социализм, а при переходе от капитализма к первой фазе развития коммунистического общества, которое называется социализмом. Ну, в первой фазе перехода, какие могут быть там материальные интересы? Их там... Не интересы, какие изменения в общественном производстве должны произойти при переходе от капитализма к первой коммунизму, к первой его социалистической фазе? Какие изменения в материальном производстве должны произойти? Ну, если читать работы Марса, то там говорит, что при переходе от капитализма к коммунизму существует как раз то общество, которое называется социализм. Именно при социализме и должны происходить вот эти материальные, что ли, как ты говоришь, изменения. Но как можно еще на первой стадии социализма? Первая стадия социализма это и есть первая. Завоевание власть рабочего класса, то есть провинталия. Это основа. Хорошо. Я вижу, что здесь нет понимания. Я понимаю. Поэтому теперь у меня есть, так сказать, тема для выступления. Хорошо. А вот по поводу твоего выступления, что такое объективные и что такое субъективные причины революции, то объективные существует три. Первое, это есть как раз, что низы не хотят так жить. Второе, что верхи не могут уже управлять по старому. И третий фактор, это в обществе, вот в том, что ты говоришь, там материальное производство. Ты снова говоришь про субъективный фактор. Нет. Про то, что раздается в головах людей. То есть слушай меня, в головах людей. Это ты говоришь о познании, а не о революционной ситуации. Но я еще раз. Классики марксизма, ленинизма. Мне повторить высказывание Ленина. Я еще раз. О том, что конечных причин всех общественных изменений и политических переворотов надо искать не в понимании истины и справедливости, а в изменениях способа производства и обмена. Еще раз я тебе говорю, вот то, что ты это говоришь, это как говорится, что бытие определяет сознание. Если бытие основано на производстве и обмене, то какое оно есть? Оно входит именно в сознание. Это есть как бы развитие самого общества. Мы же вопрос стоим о революционной ситуации. Я понимаю, что происходит в сознании. Я спрашиваю в том, что происходит в материальном производстве. Материальное производство, еще раз говорю, к революции как таковой, отношение оно заключается в том, что появляются эти революционные условия, которые приводят к революции. Какие они? Вот доклад как раз на этом и заключаться. И не надо меня уводить в материальную сторону, как обычно ты делаешь. Но еще раз я тебе говорю, что революционная ситуация... Я материалист. Очень приятно. Основу я вижу в материальном производстве. Как это марксизм заявляет. Да. Любой коммунист, он не может быть идеалистом. Понимаешь? Основу всех изменений материальное производство. Поэтому я свожу все к материальному производству. Молодец. Вначале мы разберемся в материальном производстве, а потом поймем, как изменения эти отразились в головах. Еще раз я говорю. Ты как раз показываешь, что материальное производство влияет на изменения в обществе. В задаче стоялось доклад о революционной ситуации. Что это такое? И Маркс, и Энгис, и Ленин, и все они говорили. Нет. Существует... Не о революционной ситуации, а о революции. О революции. Революция, она происходит, когда появляются три объективных условия и один субъективный. Ты говоришь о том, что происходит в головах людей. То есть... Да неправильно. Я еще раз... Это по развитию общества. А в головах людей, это отражение, то что происходит в материале. И это есть вот сразу тут. И это сразу тут. Вот первым так и было сказано. Развитие и общества, и природы, и познания. Ты же перетаскиваешь в познание, когда главное здесь стоит об обществе, где революционная ситуация возникает. И не надо нам переводить в это познание. Ясно. В общем, я говорю с честными идеалистами. Ну, да не относишься к идеалистам. Хорошо, давай я дальше расскажу. Ну, так там еще какие-то вопросы есть. А вот как раз чуть-чуть в этом направлении, да. Вот в начале был доклад о том, что у нас есть революция, есть... Да-да-да, что есть революция, есть эволюция, есть реформ. Вы в том числе упомянули, что тоже есть эволюция. А вот как бы у нас комментарий как раз тому, можно ли смешивать вообще эти понятия, потому что это разные вещи. Реформа это вообще юридическое понятие, да, из юридических наук. Ну, революция это из естественных наук, биология, да. Ну, или революция это социальная термин, социальная наука. Почему мы их все вместе в одну кучу складываем? Я как раз и не складываю в одну кучу это все, а просто вопрос о развитии, о развитии общества, именно о развитии знания и о развитии, там мы кого говорили, природы, общества и познания. Вот они, формы существуют для всех, не три. Для, конечно, для каждого развития вот одного из этих трех, одна из форм существует наиболее, так сказать, приоритетной. Ну, допустим, для общества это, конечно, революционный путь. Для познания, вот, который здесь, это больше всего действительно материальное производство, то есть само общество, развитие. А для природы это как раз вот является эволюцией. Поэтому тут надо просто на каждый процесс вот развития выявить основное направление, главное, чем оно жениться. Хотя все они вроде в своем участвуют. Вот когда революционная ситуация, то в начале идет как бы эволюция, то есть идет процесс материального производства, как он говорит об этом. Материальное производство между общественным производством товара и личным потреблением капиталистов возникает противоречие. Вот здесь вот тогда и получается, хочем мы или не хочем это делать, а тут нужен скачок. Потому что не хотят одни так продолжать жить, а другие не могут не так жить. И отсюда получается, и отсюда получается, ты же выскажешься потом. И отсюда получается то, что основной вот этот как раз процесс у нас идет на революцию. То есть эволюция сама работала на революцию. Но на определенных этапах, еще раз говорю, для определенных развития природы, общества и познания, главный, свой, основной какой-то вот этот путь развития. Ну в развитии природы мы же можем использовать термин революции? Можем, да. Скачок там отхода. Нет, так и есть. Да, вот кстати, я как раз хотел это сказать, может быть я выскажусь, а потом мы уже ответим на другие вопросы. У нас вопрос за плачущих уголок. А, да, да. Ну да. Потому что у меня как раз и есть ответы на все эти вопросы. Ну какой ты нетерпеливый. И вот здесь вот как раз получается, что сама природа, она вот и как раз и показывает, что эволюционный путь развития природы, ее главный там этот козырь. Но наступает тот момент, когда из обезьяны превращается человек. Должен быть скачок. И вот здесь вот как раз именно главным все-таки природой как бы эволюция. Но не, как говорится, не исчезают, не отталкиваются, не это, другие какие-то именно способы развития. А именно революция. Если мы говорим о переходе с обезьяны к человеку, извините, это там заняло 2 миллиона лет, это революцией сложно называть, да? 2 миллиона лет, но это как бы не революция, это эволюция получается. Нет, нет, нет. Почему нельзя таким же путем, постепенными небольшими изменениями, улучшение положения качества, перейти к новой экономической формации? Дело в том, что если так рассуждать, то тогда бы не ставился вопрос о формах развития общества, природы и познания. Тогда было просто бы развитие, ну, как бы цивилизации, что ли, или как-то. Поэтому такой вопрос не ставится. Он тут бы неуместен был. Поэтому тут, ну, как сказать, но главное все-таки в развитии вот этого превращения обезьяны в человека, действительно этот процесс эволюционный, и на определенном этапе он просто, человек стал человеком, разумным, так или как. Ну, тогда к вопросу предыдущего, да, товарища, собственно, если у нас революция была с 17-го года по 91-й, а революция человека, там, 2 миллиона лет нынешних этапов, то почему мы это называем революцией, если она занимает столько много лет? Советская революция, да, там, 90-е лет, 70-е это снять, революция человека 2 миллиона лет, а потому что все-таки эволюция, а не революция. Ну, здесь опять же надо понимать, что такое революция. Если это вооруженное восстание, и один класс убрали, другой, то да, 7-го ноября 17-го года эта задача решена. Ага, то есть революция, это получается качественный скачок изменений в обществе. У нас был один класс уруля, теперь другой, вот этот скачок. Но революция, она продолжается, когда изменится вся надстройка старой власти в новую, и тогда весь процесс отойдет. То есть это не одноразовый момент, именно вот революция это все. Революция это же качественный скачок, он вот скачок, а если он растянут на 90 лет, ну какой же это скачок? Еще раз я говорю, революция это, ну как бы можно сказать, в обществе это не разовое. Вот, ну как говорится. Разовое, все не говорится, что это разовое. А улучшение коммунизма построили или нет? Ну вот как промышленная революция, да? Она же тоже была неогноземная для начала. Естественно. Например. Так же и здесь политическая смена. Это здесь, так же. В общем, ее, как вот говорили о том, что завоевать власть очень просто. А вот именно сделать коренные изменения в управлении обществом для людей, это не одноразовый, это длительный процесс. Это условности все. Вы какие-то догмы строите все, теоретизируете, пюрлите все. Это все же как язык тоже развивается. Так что революция это очень такое условное понятие. В некоторых, так сказать. Ну, если в некоторых, то я согласен, да. То есть, если в других так, в других миллионы лет, а в других идут вот 90 лет. Так, ну что, облидите? Да, вот облидите. Чего ты не терпелить? Пока вроде сейчас-то больше ничего нету. Больше нету, да. Ну, давай, пожалуйста. Я к тебе присяду. Да сюда присядь я. Мы так скучали. Да, мы указали, походите. Значит, революцию можно рассматривать с разных сторон. В принципе. Ну, материализм говорит о производительных силах и производственных отношениях. Вот то, что я и говорил. Значит, производительные силы. Ну, я не буду, ладно, не буду повторяться. Значит, есть понятие скачка, вы уже сказали, дилектическое. Это переход количественных изменений в качественные. Есть сейчас подход системный, современный, который говорит о том, что есть системы сложные, открытые, неравновесные, саморазвивающиеся. И, в принципе, вот эти скачки описаны как в неравновесной термодинамике, в теории систем, в синергетике. И, в принципе, вот все, что там описано, оно распространяется на все вот эти вот природные системы, характеристику, которые я сказал, в том числе и на общество. И те процессы, которые мы наблюдаем в природе, они, в принципе, так же происходят и в обществе, как в сложной, саморазвивающейся, открытой, неравновесной системе. Вот. И аналог термину революция, вот в этом понятиях, есть термин такой, как дефоркация. Он означает перестройка. В принципе, в теории там говорится, что вот есть процесс, когда система находится в постоянном таком состоянии. И тут какие-то отклонения от общего направления, но они там механизмами самоуправления, значит, оно все возвращается и все, оно идет вот в каком-то определенном направлении. Но, в конце концов, накапливаются вот эти вот системные ошибки, которые мы говорим, противоречия, которые невозможно на этом пути или в рамках вот этого общественного устройства разрешить. И тогда система приобретает неустойчивое состояние, находится в неустойчивом состоянии. В теории катастрофы это называется катастрофа. Но катастрофа у нас эмоционально имеет вот такую окраску, а в этой теории это просто утрата равновесия. Происходит утрата равновесия. И вот в этой точке, кстати, я приведу высказывание Энгельса, который говорит о субъективном факторе. Но, тем не менее, вот он как раз и говорит о вот этой точке утраты равновесия системы, когда систему можно обрушить. Вот в этой точке бифуркации можно приложить небольшое усилие и система обрушится. Вот во все остальные времена, что бы мы ни делали, она устойчивая, она самовосстанавливается. А в этой точке можно обрушить. Вот Энгельс, что говорил, писал Засулич 23 апреля 1885 года. И он писал это в связи с убийством в Петербурге императора Александра. Вот он писал, это один из исключительных случаев, когда горстка людей может сделать революцию, другими словами, одним небольшим толчком заставить рухнуть целую систему, находящуюся в более чем неустойчивом равновесии. И освободить актом самим по себе незначительным такие взрывные силы, которые затем уже невозможно будет укротить. Собственно говоря, вот эти вот эсеры, они и занимались тем, чтобы подтолкнуть общество вот к такому обрушению. Но у них ничего не добились, потому что система была устойчивая и она не дошла до этой критической точки. Противоречия еще не были накоплены. А вот в 17-м году, на 23 февраля, по новому стилю сейчас это 8 марта, группа женщин вышла на праздник работницы. Вот. Ее разогнала полиция, потом ее поддержал солдаты там петербургские, потом это начало накручиваться, накручиваться, накручиваться. И получается, что вот от этого совершенно незначительного события, когда женщины вышли на демонстрацию и когда их разогнали, раскрутилась вот эта вот революционная ситуация и вся система рухнула. Что вы считаете от этой даты, не допустим от выступления Сталина о вооруженном восстании? А потому что мы вот эти вот процессы, которые проходили в Петербурге, вы просто вот посмотрите хронологию событий. Вот выходит небольшая группа женщин, потом ее поддерживают гарнизон, потом значит еще больше, круг расширяется, потом происходит вот это восстание, потом доходит до того, что царь отрекается от престола. Вот этот хрон накручивается, накручивается, накручивается и все. Небольшой факт. Так, все, только февральская революция. Февральская революция произошла, февральская революция. И февральская революция, связанная, кстати, вот с той критической ситуацией, которая возникла. Вы думаете, когда она возникла? Она возникла, начало ее начало происходить в России в 2013 году, когда Россия достигла самой высокой точки развития. То же самое европейские страны. Материальное производство развилось до того, что существующая система начала мешать дальнейшему развитию вот этого материального производства. И произошла Первая мировая война за передел мира, за передел вот этого вот, произошло обрушение существующего устройства в результате этой войны. И вот то, что произошло в 2017 году в России, это был отголосок вот этой вот Первой мировой войны. Тогда, в принципе, у вас Первая мировая стала толчком, который привел к революции по всему миру, а не только за то, что женщины Петербург не решили. Нет, нет, нет. Дело в том, что революции произошли в Германии, рухнула колониальная система немецкая. Революция прошла Австро-Венгрия, разрушилась колониальная империя Австро-Венгерская. Революция произошла в Турции, разрушилась Османская империя. Там произошел ряд революционных событий. Но эти события, в принципе, они просто расчистили путь для развития капиталистических отношений в этих странах. А в России то же самое произошло, вот такой вот ком, свой ком, свое обрушение существующей системы империи, тоже российской, она тоже рухнула, развалилась. Ты мне скажи тогда, вот в этих всех разрушениях, которые происходят, где можно назвать революцией? Что такое вообще революция? Разрушением, когда вот... Там не революция, а про дефрукацию, точка... Ну, ладно, ладно. И перестройки. Нет, нет, ну вот он говорит, произошла революция, это разрушилось, это вот разрушилось, это... Ну, это... Вопрос о революции. Это политические революции произошли, которые привели к качественным изменениям. Материальная революция бывает? Которые произвели к качественным изменениям. Материальная революция бывает? Вот в названных странах, в названных странах это дало возможность капиталистического развития, а в России февральская революция пошла дальше, и она была более глубокой. Мы сделали скачок дальше, перешли на этап социалистической революции. Если бы не было большевиков, то все у нас закончилось развалом, я не договорил, давайте договорю, а вы потом, развалом вот нашей империи, и она бы развалилась на множество этих государств, собственно, она и начала разваливаться. Украина от нее отвалилась, там Кавказ отвалился от нее, там еще... Польша отвалилась. Да, Польша, Финляндия отвалилась. И это было бы куча вот таких вот капиталистических государств. Но произошла Октябрьская революция, и она пошла дальше, дальше буржуазной революции, на социалистическую революцию, большевики. Потому что большевики, они понимали, что революция это объективный процесс, но если ты ход этого объективного процесса понимаешь, то ты можешь его довести туда, куда ты хочешь, до той точки. То есть вот этот объективный процесс они начали доводить до социалистических преобразований. Это высказывание Ельц... Ельцин уже... Ельцин уже есть. Что... Да февральская революция, если так говорить, они-то действительно революция февральская, когда сменили власть царя на власть вот этой буржуазии. Но, когда люди увидели о том, что власть в буржуазии, она не решает те проблемы, которые возникли в России, именно большевики говорят, что так как она не сможет решать эти вопросы, нужна социалистическая революция. И ее начали готовить. Нет, я об этом и говорю. Точно так же... Ты... С собой что споришь? Ты... А с кем еще споришь? Нет, ну я... Да я понимаю, дело в том, что даже в Германии, когда была революция в Германии, помнишь, ее баварская социалистическая революция была, почему она быстро погибла? Потому что не было субъективного фактора, то есть не было партии революционного класса тогда. Вот, субъективный фактор, это не люди, как ты говоришь из знания, это есть партия революционного класса. Я разве против? Я и говорю, я же начал с чего говорить? Я начал говорить с того, что идет субъективный процесс, вот идут, идет, развивается материальное производство, вот оно уперлось. Началась, 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 вот эти вот, голова с рукой. Материальное производство вдруг уперлось. У нас производительность труда повышается все время. Ну, противоречия возникли, дальше нельзя. Вот эта вот колониальная система, она начала тормозить материальное производство. Препятствия, то есть оно развивалось, оно достигло вот этих вот высших пределок. Хотела строить железные дороги в этих самых колониях, их не было. Вот прекрасный вот толчок для развития, бери, развивайся, промышленность. Вот начался... Ну, ладно, в высоком подъеме. Ну, начался, потребовалось вот переделать вот этот мир. Ну, как? Переделать вот эти вот отношения. У нас ученики всегда сравнивали с 913-м годом. Да. Производительство. 913-й год был пик производительности. Перед войной, да? А после войны производительность еще выросла, то есть еще, еще, еще. Так где ж затык? Проблема в чем? Производство все время росло. Производство росло, но к чему привело вот это вот все? К нынешнему... Война с чем связана Первая мировая? С переделом колонии. С переделом. А передел почему произошло? Производство было... Именно на пике. Производство было великим. И не было рынков сбыта этих товаров. Пришел мировой, как раз мировая война. Но производство, она не притык стала. Она, наоборот, развивалась. Правильно он говорил? Она развивалась. Вот именно, она и больше производила. А никуда сдавать нет. Стали бороться за рынки сбыта. Чего ты тут материально произвел? Я и повторяю, говорю. Да не надо повторять. Лучше им искать не в понимании, вот, а в того, что существующее общественное установление... Ну, повторять-то не надо. Давай, боже, она выскажет. Вот в этом. Нет, дальше, подожди. Ты меня просто перебил. Я говорю, что, понимаешь, есть субъективный и объективный фактор. То есть, вот, человек, например, вот, приходит зима, зима. Человек объективный фактор. Человек вынужден с ним считаться и тепло одеваться. Он может в трусах зимой, в сорокоградусном морозе, бегать в одних трусах, но недолго. Иначе это вредно для его здоровья и так далее. То есть, вот, человек понимает, что вот этот вот объективный фактор изменился, и он должен поступать в соответствии с ним. Это в сознание его включается. У некоторых не включается. Ну, вот, большевики, по крайней мере, они знали субъективный фактор. Он знал, как дальше перестраивать производство, чтобы оно дальше развивалось. Ё-моё, как оно относится к революции, твоё это производство? Ещё раз я тебе говорю. А дальше? Вот, смотри, если рассматривать человека, если человека рассматривает, то ты прав. Здесь никто не будет противоречить. Его объективные условия, в которых он находится, они влияют на его сознание. Революционная ситуация, это не человек. Революционная ситуация, это как раз, как ты говоришь, и материальное производство, и политическое. Так вот, там, у революционной ситуации есть три объективных фактора, и один субъективный. Это не человеческий, не относить к человеку, а относить к организации. Подожди, ты мне так и не дал договорить. Мы вот начали про бифуркацию говорить. Вот после того, как система обрушилась, обрушилась, понимаешь? Рухнули. Рухнули старые системы, вот это вот устройство, политическое устройство в странах и так далее, оно рухнуло. Дальше, как в любой природной системе, возникает вера в возможности. Можно выбрать направление. И для того, чтобы перейти на новый качественный уровень развития, вот, тогда уже не требуется каких-то больших вот напряжений. Если у тебя вот это вот постоянное эволюционное развитие до этого идет, его невозможно столкнуть, вот, что-то там радикально изменить, качественно. А вот здесь, здесь открывается переход к новому качественному состоянию. Общественно-экономическую формацию, объясняю, 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 общественно-экономическую формацию, когда меняется одно другого, то, как только сменилась первоначальная формация, ну, грубо говоря, как его, феодализм, вот, был, победил он рыбалгийский. На первом этапе феодализм, он развивается очень хорошо. Находится он до пика своего, это уже второй этап развития феодализма, он доходит до пика, и затем вот эти феодальные производные отношения мешают ему дальше развиваться. То есть, потом идет его затухание. Появляется новый класс капиталисты, который точно так же. И не надо никаких фортукаций там, каких-то, ну, чего только не придумаем мы это. Я тебе об этом уже говорю. Я просто, так, зачем мне там говорить? Капитализм развивался, капитализм развивался. Да нет, да я еще раз говорю, на первом этапе после... Появился и препятствие для его развития. Он препятствия это... Да это вообще, не только капитализм. Привело к обрушению, к обрушению этой системы, понимаешь? Еще раз я говорю. И расчищился путь для дальнейшего развития капитализма. Да не расчищился Путин. Я расчищился, у нас потом началась интервенция. Весь этот капитал перебылся обратно и попытался все захватить обратно. И чуть было не захватил. Не всегда себе точка. И стена, которая... Да нет, я и говорю. Значит, когда система происходит... С другой стороны, как ты сказал, диалетика... Ты мне даже говорила. Ты же говорила про все, что угодно. Ты меня все время перебиваешь. Ну давай, хорошо. Потому что ты как-то возвращаешься одно к другому, потом во-первых. Начинается, когда все обрушилось, начинается перестройка этой системы. Собственно, бифуркация это аналог перестройки. То есть система начинает перестраиваться. Вот это вот все и бурли. Вот здесь... Что значит перестройка? Перестройка у нас была в 91-м. Когда у нас здесь... Я говорю про систему. Я говорю про понятие бифуркации. Это перестройка системы. 12 разное одно слово бифуркации. Какое на отношении дело к маркруксизму имеется? Вопрос прямо вбра. Я просто говорю, как это происходит реально. В любой природной системе. В любой природной системе. В том числе и социальной. Которая является тоже природной системой. Вот это вот есть понятие. То есть динозавры развивались, развивались. Перестали развиваться. И перестроились. Давайте я не буду уходить к динозаврам. Мы вообще не знаем, как у них это произошло. Вот ее. И появлению человека. Давайте будем про конкретные вещи говорить. Ну, про конкретные вещи. Дальше. Вот она может сказать. Ну, ты мне дашь договорить. Ну, договорились. Вы же мне вопросы задаете, я на них отвечаю. Параллельно. Дальше. Энгельс говорил, что капиталистические отношения не уничтожаются. А доводятся до крайности. До высшей точки. На которой происходит переворот. То есть переворот качественный. Переход с одного качества к другому. Вот. Поэтому, если ты знаешь, куда вести эти отношения. К какой точке. Где произойдет переворот. Тогда у тебя все получится. Большевики знали, как это делать. Откуда они знали? А почему капиталистические не знают? Читаем Ленина. Кому это не знали? Читаем Ленина. Нет, откуда не знали? Ну, ты выслушаешь меня. Ну, ты говоришь, читай Ленина. Я говорю, читаем Ленина. Ленин говорил, что социализм есть не что иное, как капиталистическая монополия. Перевернутая на пользу всех. И потому перестала быть капиталистической монополией. И поэтому Ленин потом ввел НЭП. НЭП, НЭП это совсем другое. Я объясню, почему Ленин ввел НЭП. Опять же, это другое. Нет, нам не надо объяснять, почему он ввел. Мы просто говорим, что НЭП когда ввели, и они ввели мелкие частные хозяйства. Нет, нет, это все к этому и идет. Потому что капиталистические отношения должны довести до крайности. Что такое крайность? То есть НЭП развили до крайности монополистической. Крайность это вот единая монополия или государство-корпорация. То есть когда все производства объединили в единую монополию. Ленина как раз в том не обвиняли. Теперь про НЭП. Он в крестьянской стране устроил Ленин. Теперь про НЭП. Вы совершенно правы. Потому что объединить десятки миллионов крестьянских семей в единую плановую систему невозможно. Поэтому нужно было сначала создать социалистические хозяйства. То есть что такое? Как можно от цехи, от мелкого хозяйства перейти к крупному? И решались разные вопросы. Фермерское хозяйство или коллективное хозяйство? Ты мне скажи о войне. На Украине будешь говорить тоже? Ну я могу. Ну ты ее досмотри. Прямо все тянет и тянет. Здесь о революции вопрос, он уже о хозяйстве. Я и говорю про революцию. Потому что революция это вот ситуация революционная. Это переходный период. Вот это и есть революция. Это качественный переход с одного качества к другому. А в чем этот переход состоит? Я и объясняю. Это от единых, от множества частных производств. Ты уже вот здесь четвертый раз оно и должно повторять. К единому плановому производству перевести. Наверное, нет. Здесь, наверное, хватит. Потому что четвертый раз я тоже повторяю. Ты мне даст договориться. Да сколько уже четвертый раз повторяешь? Ну ты же мне вопросы задал, а мне задал. А как вот быть с НЭПом? Я объясняю, почему НЭП был. Именно поэтому. Потому что нужно было довести его к единой производственной системе. Хорошо, Сергей. Я тебе дам поговорить. Вот этот качественный переход и произошел. От количественных изменений. То есть от изменений. Вот идут мелкие производства, отдельные. Потом идут объединения корпораций. Сначала различные формы корпораций. А потом это все объединяется в единую корпорацию производственную. В границах всего государства. Плановую систему. И почему уничтожается отношение? И почему уничтожается? Да, это качественный переход системы. Из одного состояния к другому. Это как переход воды от жидкого состояния к твердому состоянию. К историческому. Вот точно так же. И сколько длился этот качественный переход в Россию? Это он длился с 17-го года до 36-го. Это там он сказал, что это Ленинский. Когда юридически частная собственность перешла в общественную собственность. Отношение частной собственности. Когда у нас появилось плановое СССР заканчивается. Давай, все. Пожалуйста, давайте. По техническим вопросам. Да, вы будете еще успеете ставить. Давай. Если какие-нибудь у вас еще есть. Если мы не понимаем, что произошло тогда, мы поэтому вы не понимаете, что произошло с Крушей, почему СССР рухнет. Смотрите, я хочу внести вот ваше такое узкое теоретическое обсуждение международную тематику. Что касается Австро-Венгрии, то там не было никакого лица, ни движения. И Первая мировая война началась убийством франца Фердинанда, который хотел сделать славянское государство. А это немцам не нравилось. В Венгрии была революция. Я даже скажу перевод. Жандарм Европы, Россия помогла. В Венгрии. 1919 год. 1919 год. Революция в Венгрии. 1919 год. А в Вене случилось, даже говорят теоретики Австрии, революция случилась. Потому что Австро-Венгрия рухнула. Если вы читали Сен-Жерменский договор, который был с кем заключен, а в Париже с кем? Это все очень маленькие нюансы одного целого. И поэтому про Европу я могу говорить часами. Но сегодня я бы хотела сказать про Карбышева. Но так как времени нет, потому что то, что вы сидя здесь думаете, представляете, начитаете литературу, это абсолютно безосновательно. Там никогда не было коммунистической партии. Где там? Ну вообще в Европе, в Западной в целом. Это было заигрывание. Смотрите, как это все происходило. Это просто есть миллион, миллион разных стран. И как они боятся коммунисты. Они боятся... Ну у нас тоже не было коммунистической партии. У нас была социал-демократическая партия, из которой выделились большевики. Это совершенно не та Европа, о которой складывается впечатление, когда читаешь книжки. Поэтому я бы хотела внести ваш международный аспект. Про весовые походы, про Петра Великого и Запад, про Верский конгресс, который поделил Европу. И тогда началась уже борьба с реализацией, понимаете? Но начать я хочу с Карбышева, потому что это очень актуально сейчас. Я хотел бы сказать, давайте не об исторических личностях или там каких-то. У нас сегодня была тема именно революция. Это что, локомотив истории. Вот ее и надо было бы как... Мы только об этом и говорим. Я говорю, что ее не было революцией. Ну абсолютно не было. Не было, на Западе не было. Мы говорим конкретно, я говорю конкретно про Россию. Я говорю, что произошел качественный сречок. Из-за того, что качественного состояния в другое. Причем в материальном производстве. Предложение другое. В общем, у нас заседание Руссо будет теперь, по-моему, 26-го, да? 26-го. Сентября. Сентября. А потом, в последнем месяце, вот как раз, вот будет 100 лет освобождения Дальнего Востока от интервента белогвардейцев. По-моему, там, в Карбышево, вот как раз и будет очень уместно. И мы, как раз вот там, будем каждую неделю по понедельникам проводить эти заседания. Один из вопросов, как раз, пожалуйста, можете, как говорится, изложить, дать, запишем и подготовимся. И мы день покажем продолжение. Подготовим день, тему, выбираем дату, записываем, с кем вывешиваем за неделю заявление, как люди успели почитать. Продолжение следует.